Сегодня у нас на, так сказать, сборке два новых велосипеда Rockrider ST530. Это бетвиновские, дегатлоновские велосипеды. Два абсолютно одинаковых велосипеда. Я покажу, чем они на самом деле отличаются, насколько ужасны качества сборки в магазине. Так вот выглядит рама. Сняли колеса, сейчас начнем протягивать. Стулки идут на шариках. Кассета у нас идет с рам. На 8, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 скоростей. Смотрите, какое огромное количество смазки. Я 2 минуты уже потратил, чтобы просто оттереть звездочку и колечко от смазки, почистить ключ. Потому что снаружи смазка не нужна. Здесь будет куча грязи, все это будет пролипать. Втулки у нас. Представляете, какое усилие видно, да, по руке? Я не могу провернуть. Это магазинная сборка. Кассета не затянута, втулки перетянуты. Офигенно. Если у вас через месяц разваливаются втулки, приходите в магазин и говорите, ребята, у меня втулки развалились, вы мне собрали вот так вот. Роторы Текра самые простенькие, все в смазке. Надо обезжиривать. Винты под звездочку. Пыльничек резиновый имеет место быть, крутится достаточно хорошо, но ось просто перетянута да нельзя. Зато барабан. Смотрим на барабан. Так. Барабан люфтит. Больше допустимых значений он люфтит уже на новой втулке. Ну, прикольно. Задняя втулка неплохая. Здесь есть второй пыльник. Соответственно, чтобы законтрить гайку и конус, мне сейчас надо этот пыльник снять. И с этой стороны у нас есть и металлический пыльник. Снаружи вы видели резиновый колпачок, под которым была смазка. Это очень хорошо. И внутри смазки тоже очень много, густо намазано. То есть в плане качества втулок, втулки хорошие. Но то, что их в магазине не протягивают вообще никак, и втулка умирает через месяц катания, это не очень хорошо. Все, втулочки перебрано. Крутится вообще легко. Просто двумя пальчиками идеальненько. Чуть-чуть легкое трение, легкое касание для приработки подшипников и конусов должно существовать. До этого они не крутились. То есть вообще невозможно было пальцами провернуть. То есть нужно добиться такого, чтобы и не было люфты, и вот чуть-чуть было касание, потому что все равно они приработаются. То есть оставлять свободный полностью холостой ход тоже нельзя. Нужно поймать вот этот момент оптимальный. Это все крутится хорошо. Чуть-чуть, может быть, совсем кабельку подзакусывает. Это нормально для новых втулок. Передняя втулка. Как мы видим, даже пыльники криво стоят. Опять же... Нет, ну мне удается ее провернуть со всей силы, но вот покрутить мне, к сожалению, не удается. То есть она очень сильно закусывает. Снимаем пыльник. Смотрим, есть ли под пыльником смазка. Поддеваем тоненькой отверточкой. Видите, смазки нету. И оттуда смазка тоже не вышла. Значит, возможно, здесь смазки мало. Пыльник, видите, уже с завода, скажем так, поврежденный, изуродованный. Сейчас мы его, конечно, распрямим. Поставим... О, он прям щелкает. Слишком сильно перетянуто. Надо сейчас ослаблять с обоих сторон. Передняя втулка у нас на больших шариках. Внутри смазка такая, скажем, это вот зеленая, а на шариках похожая на литол. Смазки достаточно много, менять я ее не буду. Есть подозрение, что через годик-через два эта смазка загустеет. Смотрите, сколько грязи на самой втулке снаружи. А под резинкой смазки не было. Соответственно, сейчас я протягиваю втулки и намажу вот этот вот металлический светлый пыльник, чтобы по нему резиночка легко скользила. Собрана втулка, протянут. Смотрите, как легко и непринужденно, с минимальным трением за счет вот этих резинок. Все это крутится. Вот эта резиночка, вот эта синяя смазка, она и резиночке позволяет легко скользить, не позволяет пыли туда забиваться в щель между резинкой и втулкой. И все теперь крутится отлично. Так, колесики готовы. Вот так вот выглядит тряпка. Это я сейчас ротора обезжирил. То есть это новые роторы в масле с завода. Вот это масло должно было впитаться в ваши тормозные колодки. Переднее тоже я, соответственно, обезжирил, собрал. Теперь смотрим, что вот это у нас за колхоз. Во-первых, у нас вынос стоит вверх ногами. То есть надпись-то, конечно, красиво, все замечательно. На самом деле он должен смотреть вверх, а не вниз. Во-вторых, вот эти колечки не сверху должны быть, а снизу. Руля. Дальше. Вот это вот колхозная хрень. Когда у нас вот это вот все трется об раму, здесь резинка. Да, вот так вот идет. Здесь очень плохо ходит тросик внутри этой рубашки. Почему? Потому что эта рубашка должна заходить вот сюда. А это вот сюда. Так, клиент уехал. Продолжаем. Итак, надо завести рубашки нормально, перевернуть вынос, поставить подкладочки нормально, чтобы клиенту было удобно. Дальше будем настраивать тормоза. Родорамы обезжирились, соответственно, работать они будут хорошо. Параллельно я протяну рулевую. Ну и буду настраивать задний-передний переключатель. Посмотрим, что здесь не так. Позже расскажу. Ну, поставили велосипед на землю и после этого еще раз защелкнули эксцентрики, чтобы колеса сели точно в посадочные места до упора. И начинаем работать с рулем. Переворачиваем вынос, переворачиваем проставки снизу под вынос. И будем его выравнивать относительно колеса, потому что визуально видно, что он немножечко неровно с магазина стоит вот так вот он развернут. То есть не вот так, а вот так он сейчас стоит. Что еще здесь не очень хорошо? Хорошо здесь то, что здесь рамовские переключатели, они офигенно работают. И пальцы надо нажимать все время только в одну сторону. Это очень здорово. Причем, смотрите, ручки выставлены уже изначально достаточно хорошо. То есть есть зазор между грипс и ручка смотрит вниз. Сами грипсы отвратительные. То есть они очень мягкие, но представляете, как быстро это все засаливается. То есть клиент приехал, ему сразу сказал, что первое, что он на этом велосипеде поменяет, это вот эти сальные ручки. Сидушка. Сидушка мягонькая. Но когда на нее садишься, она такая прям держит форму. В принципе, седло неплохое. Подсидельный штырь. Это просто. Слушайте, я такого колхоза не видел даже на Ашанах. Ребят, чисто вот поржать. Сейчас я его... Давайте я его сниму. То есть это просто, смотрите, тупо железный штырь с колхозной обработкой. Ребята, докатлон, вы просто рулите. Какая-то драная бумажка наклеена. Вот это просто. Это просто, я не знаю, поржать. Сидушка, смотрите, снизу тоже отвратительно. Да. Что-то у нас дата изготовления стоит. Кстати, что хочу сказать. Рама китайская. Там снизу есть наклеечка. Чисто китайская наклеечка, которая клеит только на китайские рамы. То есть даже не в России сделано. Это просто какой-то колхоз. Блин, штырь с седлом весит килограмма два, ребят. Это позор. В общем, да. Смешной подсидельный штырь. Весь прикол в том, что вы не можете регулировать наклон седла ни вперед, ни назад. То есть он жестко зафиксирован. И вперед-назад седло подвинуть тоже не получится. Потому что запаса практически по движению седла нет. И он еще какой-то бякой намазан. Я весь сейчас измазался, испачкался. В общем, будем собирать это чудо. Так, в общем-то, это не криво собрали в магазине. Это у нас руль кривой. Видимо, с того же завода, откуда у нас стерны. Руль кривой. Видно, да, что он не суп параллельно колесу идет. Перпендикулярно колесу. В общем, он настроил как мог. Пять минут потратил опять. Классная крышечка. Вот туда будет вся грязь попадать. То есть все делают нормально выпуклые крышки. Даже китайцы. Декатлон решил сделать по-своему вот это углубление, чтобы всю грязь туда собирать. Смотрите. Вот так у нас выглядит нормально собранный вынос. Как удобно клиенту. Не как маркетинг. Да, а вот как удобно клиенту, чтобы он вверх смотрел, чтобы выдергивать его было легко. Опять же, вот эти три болта. Затягиваются они не очень удобно, не очень комфортно. Ну, все надписи у нас снизу, да. То есть вот так вот должен быть вынос на нормальном руле, чтобы человеку было удобно на нем кататься. А не кверх ногами, как он до этого стоял. Дальше приступаем к чему. Дальше мы будем сначала настраивать тормоза. Ротеры обезжирены. А потом настраивать переключатели. Перед этим, конечно, надо все рубашки еще перекинуть по-человечески. Правая гидролиния у нас заходит достаточно красиво. И у нас нету тут раз защелки. Два защелки у нас нету. Здесь какой-то перехлест. И три защелки у нас нету. И здесь вот тоже, опять же, инженеры производства докатлоновских рам. Смотрите, как хотят, чтобы у нас вот так вот зажималось все это дело. Но так зажиматься не будет. Все фигово у нас в геометрии. Зато у нас есть отверстие, смотрите. Целое одно отверстие есть или под багажник, или под крылья. Да, придется выбирать, что нам сюда багажник поставить. Или крылья полноразмерные. Потому что у нас и здесь дырочки вроде есть, мостики. И здесь дырочки в мостике есть. Но отверстие у нас всего одно. Гениально. Так, левая гидролиния у нас, конечно, очень длинная. Обрезать мы ее, опять же, не будем. Но я сейчас хотя бы тормозную откручу. Хотя бы ее более-менее красиво как-то разверну. Потому что, ну, тут совсем печально все. В общем, соберу, покажу, что к чему. Ну что ж, магазинная сборка у нас подразумевает, что оба тормоза не настроены. И ротора кривые. И они все чиркают. Соответственно, настраиваем заново. Но кто-то настройщик уже пытался. Сорвали резьбу. В смысле, шляпку. Шлицы. Вот. Вот так вот у нас крутятся докатлонские колесики. Да, видите, как достаточно быстро все это у нас останавливается. Печально все с тормозами пришлось настроить. Сейчас буду перекидывать рубашки и начну делать переключатели. Передние и задние переключатели тоже были не настроены. Хотя велосипед был непосредственно из магазина в собранном виде. Неправильно были выставлены крайние положения. На переднем и заднем переключателе настройки тоже были сбиты. Все готово. Осталось мне надеть только новые колпачки. Потому что старые колпачки я срезал. Колпачки были хорошие. Держались очень прочно. Мне пришлось их срезать. Не удалось плоскогубцами их снять. Шатуны были затянуты. Педали были затянуты буквально на чуть-чуть. Мне удалось их протянуть. То есть в плане затяжки шатунов и педалей все хорошо. Пока смущает пластиковая чашка каретки. Но, как правило, такие каретки тоже служат. Там очень много. Несколько лет. Ну и не было хомутов. Я пластиковыми хомутами все защелкнул. Велосипед готов. Сейчас я его вынесу и покажу. В чем разница между этим и точно таким же велосипедом. Ну что ж, у нас собрано два рокрайдера. Вот этот вот еще не собран. Вот этот собран. Вот это модель 2020 года. Вот это модель 2021 года. Значит, различие в чем? Была резина вот такая. На ней написано Batwin. Стала резина вот такая. На ней написано просто All Condition. То есть удешевили резину, поставили какую-то более попроще. Без надписи Batwin. Дальше. Вот здесь вот хомутик. Такой приятно отшлифованный. Вот здесь вот хомутик подсидельный. Такой стрёмно отшлифованный. Видно, да? Насколько он некачественно сделан. Все. Других отличий нет. Значит, почему перевернули вынос? Посмотрите. Вот как вот здесь вот руль смотрит вниз. Да, насколько он ниже. Теперь посмотрите, как руль здесь, как он смотрит вверх. И клиенту будет удобнее на нем ездить. Стрёмные подсиделы и на том, и на этом. То есть это просто жесть. Все уже мастера смеются над таким подсиделым. Потому что не отрегулировать никак. Всё. Больше, в принципе, различий нет, кроме этих двух. Вот как были рубашки. Да, вот так вот кое-как заколхожены. Как они вот так вот будут тереть о раму. И как должно быть правильно. Посмотрите. Как рубашки у нас заходят с двух сторон. Да, и как резиночка прям чётенько облегает раму. И тросику будет ходить удобненько. Ничего тереть не будет. Ну, втулки протянуты. Всё настроено, всё отрегулировано. Каждый винтик протянут. В принципе, отличия магазинной сборки и сборки у любого мастера абсолютно вот налицо. То есть лучше в магазине не собирать, а обращаться к любому мастеру, чтобы он всё сделал, всё настроил. КОНЕЦ КОНЕЦ